МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Ну, у нас большая радость. В нашем толку, как говорится, прибыла. Кадровые изменения в сосудистом центре Центральной городской больницы. В Азове начался ремонт дорог. Сюда приехали уже те команды, которые неоднократно участвовали. Это из Дагестана, из Кабардино-Балкарии, из Адыгеи. Соревнования по футболу воспитанников 16 детских домов России. Новые кадровые решения в системе Азовского здравоохранения. Об этом сообщил главный врач города Вадим Бритковский. В отделение рентгенохирургических методов диагностики пришли новые специалисты. По мнению Вадима Бритковского, это событие для нашей медицины. От профессионально проведенной диагностики инсультов и инфарктов зависит жизнь человека. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения городской больницы пополнилось новыми высококвалифицированными специалистами. Об этом сообщил главный врач Азова Вадим Бритковский. В ряды Азовского здравоохранения пришел очень знающий специалист на должность руководителя сосудистым центром, это доктор Орлов. Второй доктор также имеет звание кандидата медицинских наук, работает в медицинском университете и изъявил желание совмещать у нас. И третий молодой доктор, который окончил Санкт-Петербургскую академию, но уже имеет за плечами опыт постановки более 200 стендов в коронарной артерии. Коронография для азовчан не новость. Рентгеноконтрастный метод исследования является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца. Мы в условиях ЦГБ города Азова можем осуществлять операции из так называемого прокола, либо на ноге, на бедре, диаметром порядка 2-2,5 мм, не больше. И через этот прокол с помощью специального инструмента выполняются операции по устранению препятствий в сосудах сердца. Отделение рентгенохирургических методов возглавляет высококвалифицированный специалист, проработавший в кардиологии не один десяток лет, Анатолий Орлов. Коллектив слаженный, и медсестры, и врачи, они имеют достаточно высокий уровень подготовки. Соответственно, это позволяет им выполнять практически весь объем необходимой медицинской помощи при ишемической болезни сердца. Этот метод является золотым стандартом в диагностике ишемической болезни сердца и позволяет решить вопрос о выборе и объеме проведения в дальнейшем лечебных процедур. Но для этого необходимо следить за здоровьем и не заниматься самолечением. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем легче будет путь к выздоровлению. Если пациента своевременно прооперировать до 6 часов от момента начала болевого приступа, то есть он должен своевременно обратиться за медицинской помощью и своевременно к нам доставлен, то тогда мышца сердца не страдает, она не успевает пострадать. И когда кровоток мы восстанавливаем, мышца сердца восстанавливается, и дальше человек живет без всяких изменений в сердечной мышце. Если этот временной промежуток увеличивается, то начинает страдать мышца сердца, и на сердце образуются так называемые рубцы, которые уже не принимают участие в работе миокарда. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истубин, Азов. Планюрное совещание жилищно-коммунальных служб состоялось сегодня в городской администрации. Основные темы – итоги городского субботника и плановый ремонт дорог. В городском субботнике приняли участие 154 организации. Это более 6 тысяч человек. Высажено тысяча молодых саженцев, деревьев и более 200 кустарников. Активное участие в наведении порядка в городе приняли и школьники. Можно отметить и 9-ю школу, 14-ю школу, 11-ю и так далее. Все школы, которые у нас есть, спасибо огромное руководителям, директорам данных среднеобразовательных учреждений. Как уже неоднократно говорилось в наших сюжетах о дорожном покрытии, которое растаяло вместе со снегом и наледью. Сейчас пришло время, когда его можно заменить. Азовщане наверняка обратили внимание на то, что практически все дороги в городе фрезированы. То есть местами снято верхнее дорожное полотно. Как отметил Роман Ткаченко, оно еще пригодится. Фрезированный асфальтобетонный лом, который был у нас снят с ямочного ремонта, он засклотирован у нас на базе. Поэтому с теми заявками, которые у нас были квартальные, после общения, когда собирались квартальные комитеты, жители, будем отрабатывать данный фал на грунтовых дорогах города. Что касается самого дорожного ремонта, то он уже ведется. Владимир Ощупкин обозначил четкие сроки его окончания. Я считываю, что мы еще на прошлой неделе весь этот асфальт запорезали. Необходимо в течение недели, везде, где сфрезировано, постелить новый асфальт. Это принципиальная сейчас задача, чтобы все это не оставалось в таком незавершенном состоянии на длительное время. Потому что мы с вами приказ понимаем отношения людей, отношения автолюбителей, которые по этим дорогам передвигаются. Также глава администрации напомнил о подъездной дороге, которая ведет к стадиону имени Лакомова. О ее ненадлежащем состоянии вчера во время визита в АЗОВ говорил заместитель губернатора Сергей Седаш. Владимир Ощупкин также дал неделю на устранение данной проблемы. Екатерина Четверюкова, Юрий Друзякин, АЗОВ.Инфо После совещания с руководителями службы ЖКХ Владимир Ощупкин провел еженедельную встречу с заместителями. Среди вопросов срок завершения отопительного сезона. Еженедельное планерное совещание главы городской администрации с заместителями состоялось сегодня. Началось оно с обсуждения даты окончания отопительного сезона. Определить ее было решено, исходя из фактических погодных условий. Глава администрации по коммунальному хозяйству Анатолий Рябакунь доложил об увеличении числа ландшафтных возгораний, которые возникают из-за разжигания костров на пикниках или сжигания мусора. Ветер переносит пламя на сухостой, а далее огонь может охватить обширную территорию. Участились случаи и вызовы полиции и спасателей на проверку подозрительных предметов. На прошлой неделе десятки бдительных азовчан сообщали о бесхозных предметах. Заместитель главы по социальным вопросам Виталий Белов проинформировал о ситуации с укусами клещей. На прошлой неделе ни один местный житель не обратился к медикам с подобной жалобой. Минимальным оказалось и количество обращений по поводу укусов безнадзорными животными. После того, как бродячих собак стали вакцинировать и стерилизовать, они стали менее агрессивными. В школе номер 2 сегодня состоялся урок, организованный лидерами общественной молодежной организации «ЭКО». Главная задача – призвать учащихся соблюдать правила утилизации отходов. В школе номер 2 города Азова на протяжении нескольких лет проходят экологические уроки. Сегодня «ЭКО-урок» состоялся в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе». Данный проект направлен на экологическое просвещение детей, подростков и молодежи. Очень большое внимание уделяется проблеме экологического воспитания школьников. Поэтому не только вторая школа сегодня участвует в этом мероприятии, но и в других школах проходят подобные уроки. Как раз вот эти экологические уроки проводят ребята, ученики школ, которые затем будут участвовать в конкурсе «ЭКО-лидер». И в рамках этой акции также проводится еще один конкурс на лучший экологический плакат. Восьмиклассники с интересом слушали лидера «ЭКО-движения» Александра Мачулы о происхождении и утилизации самых обычных вещей. В России этот год посвящен экологии. И мы решили посвятить этот урок проблеме отходов. И цель этого урока в том, чтобы привлечь внимание молодых людей к проблеме экологии. Учитель географии Татьяна Ярошова не первый год ведет подобные уроки, на которых поднимаются повседневные вопросы экологии. «Минимум где-то около 500 килограммов в год человек накапливает мусор. И моя задача – рассказать детям о том, как можно избежать заселения мусора, можно так сказать, нашей планеты. Но прежде всего мы знакомим еще детей с правилами 3ХП – это покупать меньше, перерабатывать и повторно использовать». «Допустим, коробка данная прибыла к нам в АЗОВ, продали ее в магазине, ну или в нашей школе. Мы забрали товар, достали срок, использовали его и остатки утилизовали. Весь жизненный цикл картонной коробки». «Скажите, пожалуйста, а можно ли дать вторую жизнь этой коробке?» «Конечно, можно». «А что бы вы сделали?» «Отправили бы на переработывающий завод, где бы из этой коробки сделали тетрадь или книгу». Помимо эко-урока состоялась и презентация плакатов, которые ярко отобразили нашу жизнь в экосистеме. Данные уроки станут постоянными, а темы, как всегда, будут острые и на злобу дня. Герман Токарев, Валентина Сираж, Александр Истомин, АЗОВ.Инфо Сегодня на центральном стадионе города состоялись соревнования по футболу. Участие приняли воспитанники 16 детских домов России. Это мероприятие проходит 12-й год подряд. Репортаж Екатерины Четвериковой продолжит тему. «Будущее зависит от тебя». Под таким девизом сегодня в АЗОВе прошли соревнования по футболу. Их участники – воспитанники детских домов и школ-интернатов из 9 регионов страны. АЗОВ принимает это неофициальное первенство России уже в шестой раз. Также данные соревнования проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле и во Владивостоке. Основная цель – социализация детей в обществе. Мы поддерживаем детей, даем им возможности, веру в будущее. Потому что будущее зависит от нас, вот слоган этого чемпионата. И будущее зависит от каждого из этих детей. Кто-то, может быть, из них, кто сегодня бегает здесь, на этом стадионе, в будущем станет хорошим футболистом. Чтобы принять участие в соревнованиях, команды проходят отбор у себя в регионах. По итогам игр начинается очередной этап. Победитель межрегионального уровня автоматически проходит финал первенства России, который состоится в конце мая в Сочи. Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, АЗОВ.Инфо. По итогам соревнований в старшей группе первое место завоевала команда Кабардино-Балкарии. Вторыми стали и футболисты из Дагестана. На третьем месте – Республика Адыкея. В младшей группе победили спортсмены из Таврополя. Второе место у Дагестана. Третье у Адыкеи. Победители были награждены кубками и получили приглашение на финал чемпионата России, который состоится в Сочи. Азовчане по неизвестным причинам не участвовали в соревнованиях. Ростовскую область представляла только команда из шахт, которой не удалось попасть в число призеров. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Гомофон в норме. Субтитры предоставил DimaTorzok